Патенты 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 огню, к своему очагу. И эти семьи, они тоже занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью. Тоже это все происходило хаотично. На первых началах это абсолютно не регламентировано. Но с одним условием. То государство, которое появилось, ей тоже необходимо было существовать. За счет чего? За счет налогов в эту казну. То бишь в бюджет. И эти предприниматели, будем их так называть пока что, индивидуальные, те, которые занимались индивидуальной трудовой деятельностью, в любой, в различных сферах, они обязаны, имели только одну обязанность. Платить налоги в государственную казну. То есть в бюджет. Если мы помним, даже по Библии, когда говорят, дайте цезарю, цезарю. Конечно, с появлением государства появляются деньги, как эквивалентный товар всех, эквивалент всех товаров. И деньгами уже стало легче регулировать и контролировать вот эти виды деятельности. То есть вы хотите сказать, вот исторически, как оно происходит, то есть индивидуальный предприниматель, именно как сама функция, как сам институт, еще появился в те годы. Не, не, не. Тогда не было, собственно говоря, индивидуального предпринимательства, как понятие, как суть. А вот генезис, генезис этого феномена, да, он именно зарождается там. Если позвольте, мы идем дальше уже в историю, приходим сюда в наши дни. Это немного займет времени. В рабоводенческом периоде, особенно Древний Рим, мы знаем, когда эти индивидуальные предприниматели, они занимались кто цветоводством, кто ткачей, гончарным делом, железным делом, кузнечным делом. В принципе, как и сейчас. И они объединялись, да, конечно, и они объединялись в гильдии, гильдии цветоводов, гильдии гончаров и так далее и тому подобное. И это было регламентировано. Более-менее регламентировано. Но само понятие предпринимательства или предпринимательское дело, оно появляется чуть ближе к нам уже в средние века. В средние века, особенно в 16 веке, когда появляется уже и коллективная форма предпринимательства, не только индивидуальная, и коллективная. Предприниматели уже начинают работать не просто так, без риска, как раньше было, а уже с риском, потому что появляется конкуренция между этими людьми, которые занимаются различного рода этой деятельностью. и в 16 веке, в конце 16 века, начало 17 века, по памяти, чтобы не забыть, английский экономист Ричард Кантильон, он впервые в истории дал понятие предпринимательства и предпринимателя как такового. И он определил так, что предприниматель это человек, который действует в условиях риска. Вот и отсюда пошло уже само понятие предпринимателей и предпринимательства. Конечно, оно было и коллективное, и индивидуальное. Потом в процессе 18-19 века уже появляется капитал, собственно, период капитализма. 19 век это период индустриализации, появляется двигатель со внутренним сгоранием, уже коллективная форма предпринимательства, оно набирает обороты, индивидуальные предприниматели остаются немножко в тени, но тоже занимаются купечеством, то бишь торговлей, ремесленничеством мелким, а вот производство, собственно говоря, оно уходит уже, переходит в руки крупного капитала, то есть тех, которые объединились в крупные компании. Но компании появляются еще раньше немножко, в 16 веке, в Англии тоже появляется первая компания, от слова компаньон, то есть два товарища, которые объединяют свои капиталы для ведения бизнеса, то есть предпринимательства. И вот 19 век является для нас ключевым. Действительно 19 век это революционный век, как бы мне говорили, но я вам объясняю и повторяюсь, сохраняются виды индивидуальной трудовой деятельности, то есть индивидуальное предпринимательство. Оно набирает обороты вплоть до 20 века, если говорить о нашей, это вообще по Европе, а если говорить о нашей стороне, вот Европе, мы здесь, Россия, Украина, Румыния, особенно мы, бессарабцы, которые были в составе Российской империи тогда, существовало как коллективное, но не такое развитое, но больше оно индивидуальное предпринимательство. А вот с революции 1917 года полностью исчезает предпринимательство. Тогда это понятно, потому что СССР было общее счет. государственная собственность, и все это было вплоть, ну конечно, там 5 лет было период с 21 по 26 год, опять возродилось предпринимательство, потом опять ее ликвидировали, и вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия предпринимательства как такового у нас не было. Но оно появилось с появлением кооперативов, то есть когда в СССР разрешили появление кооперативов, вот с этого момента можно сказать, пошла история предпринимательства, и уже объединялось предпринимательство как коллективное, так и индивидуальное. И тогда же, кроме кооперативного дела, появляется еще закон об индивидуальной трудовой деятельности. Опять разрешают частным лицам, индивидуальным лицам заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. То, что мы сегодня говорим патент. Собственно говоря, патент. То есть мы пришли к патенту, можно сказать, исторически с конца 80-х годов, и вот в 98-м году у нас наконец-то появился закон в государстве, в нашем республике Молдова, который регламентирует уже непосредственно само патентообразование. У меня теперь, Виталий, к вам. По закону о патенте, давайте все-таки для наших телезрителей мы немножко объясним, что же все-таки такое патент, для чего он существует. патент, это как государственный сертификат, который дает право лицу указанного в нем заниматься определенными деятельностями предпринимательской деятельности на определенный срок. Не все виды предпринимательской деятельности можно осуществить согласно патенту, и в законе есть список где-то 43-44 разных видов, которым человек может взять патент и работать по нему. Для чего он был ездан? Для того, чтобы упростить жизни тех людей, которые занимаются бизнесом, они освобождены от налоговых, отчетностей, от статистических. Мы хотим немножко тут поправку сделать, они именно от отчетности освобождены, но не от уплаты налогов. От отчетности, да. То есть, они платят каждый месяц определенную сумму, которая указана в законе, за счет вот этих налогов, то есть, которые платят определенную сумму, которая считается налогом, то есть, для них. Ну, понятно. То есть, это получается, что патент-обладатель может осуществлять любую вид деятельности, которую он хочет, который указан именно в патенте. При этом, он оплачивает ежемесячно определенный налог, который предусмотрен у нас в законе и, соответственно, в приложении к данному закону. И плюс к этому, его освобождают от отчетности, статистической и налоговой и освобождают, соответственно, от необходимости иметь кассовый аппарат. То есть, это немаловажно. Вот многие привыкли, что вот должен быть кассовый чек, обращение, это одна из форм заключения устного договора, подтверждение о том, что обязательства были исполнены и договор был заключен. Но, однако, вот у патента-обладатель, он кассовым аппаратом не обладает, соответственно, чек не выдает. Устная форма договора происходит в любом случае. У меня, наверное, Юрий, к вам вопрос. Как же тогда подтвердить доказательства о том, что данный договор был осуществлен? Это очень просто. Во-первых, я хочу немножко вернуться к вашему предыдущему вопросу и пояснить, что, согласно закону номер 93 98 года, у нас сейчас на данный период, вот на сегодняшний день, у нас 41 видов предпринимательских деятелей, которые осуществляются на основе патентов. Но изначально, когда был принят закон в 98 году, их было 53 вида деятельности. То есть сократили полностью? Сократили. Ну, вы сами посчитаете. 53 и сегодня 41. И с нового года, то есть 1 января 2017 года, еще сократят два вида. То бишь, останутся 39. Ну, даже вем еще до... Ну, вот видите, опять Минэкономики поднял вопрос о том, чтобы вообще аннулировать, убрать. Ну да, но мы об этом немножко поговорим позже. Давайте вернемся все-таки к вопросу... Сейчас возвращаемся к сути вашего вопроса. Значит, патентообладатель, он на то и является патентом индивидуальным предпринимателем. Да? И этим законом он защищен. Он не должен иметь, не должен иметь кассовый аппарат, он не должен вести вот эту учетную, статистическую, бухгалтерскую и так далее и тому подобное. Он ведет свой бизнес, если вы говорите об коммерческой деятельности, любой коммерческой деятельности, Ну, предпринимательская, конечно. Ну, есть предпринимательская, это вообще, а есть чисто коммерческая, торговая, есть производственная, есть оказывание услуг, да? Три. Три вида этих групп, больших групп, видов деятельности. Если говорить о коммерческой деятельности, то есть, собственно, о торговой, собственно, о купле-продаже, да, будем так говорить более проще, чтобы для нашего телезрителя было понятно. Никаких документов ему не требуется, только документы о происхождении товара. То есть, он должен доказать, что вот я купил товар, к примеру, на седьмом километре или на оптовой базе, и я его перепродаю на центральном рынке, на своем лотке, к примеру, да, за своим столом. Больше от него ничего не требуется. Главное, документы о происхождении товара. Все, больше ничего не надо. Вот, единственная его обязанность в этом ракурсе или в ракурсе поставленного вами вопроса. Хотя у него там больше обязанностей у патентообладателей, но на ваш поставленный вопрос это ответ таков будет. Вы знаете, многие телезрители, граждане задаются всегда вопросом. Хорошо, вот я патентообладатель, я, соответственно, занимаюсь коммерцией, я занимаюсь бизнесом, не успеваю я сам все делать. Вот я, как патентообладатель, имею ли право нанять тех же сотрудников, может быть, открыть филиалы, допустим, я хочу свой круг бизнеса расширить. Что закон гласит в этом плане? Потому что многие люди тоже сталкиваются с этими вопросами и иногда недопонимают, почему так или иначе. Почему я не могу себе, допустим, взять грузчика, чтобы мне помогал или еще кого-либо. Согласно закону патентообладатель не вправе нанимать работников для осуществления предпринимательской деятельности, которая указана в патенте, и заключать сделки с индивидуальным предприятием, учредителем, который является он или кто-то из членов его семьи. Это делается для того, чтобы в принципе человек, который имеет патент, он должен сам делать ту работу, то есть осуществлять сам услуги или работу, на которой был получен патент. А если он уже хочет нанять, уже должен подумать по изменению формы предпринимательской, например, общество с ограниченной ответственностью или другой фирм или индивидуальные предприятия. То есть в принципе законы дают определенные права для патента обладателей, но дают определенные обязанности. Кроме этого они должны соблюдать установленный порядок проведения торговой деятельности, соблюдать законодательство, соблюдать санитарные правила пожарной безопасности, осуществлять деятельность только в местах разрешенных для этих целей и органов публичного местного управления, соблюдать права и интересы потребителей, и должны вывешивать на видном месте вместо осуществления при проблематике деятельности копию патента заверенного нотариума для того, чтобы любой человек видел деятельность патента обладателя. Кроме этого в принципе это делается для того, чтобы потребитель, если возникает какой-то спор, смог знать кому точно обращать свои претензии. Ну да, он еще помимо того потребитель, как мы с вами говорим, раз патент обладатель, он же бизнесмен, он же торговец, несет ответственность за тот товар, которым он торгует, соответственно, потребитель может согласно закону защиты прав потребителей даже обратиться в соответствующие органы, которые защищают его права, либо даже в те же судебные органы и потребовать защиту своих прав или отстоять его нарушенные права. Это, конечно, очень хорошо, что вот этот патент должен висеть и его все должны лицезреть. Но у меня тогда такой вопрос, вот опять-таки возникает в гражданском кодексе 2002 года появилось такое понятие, как физическое лицо предпринимателя, да, то есть мы это знаем все и наш законодатель наделил функции, что если ты дееспособное лицо, достигло 18 лет и хочешь заниматься каким-то видом бизнеса или каким-то видом деятельности, можешь зарегистрировать себя как физическое лицо предприниматель. Однако закон о патентах вышел раньше. Соответственно, скажем так, предвидя, видно, законодатель в 1998 году предвидел, что пойдут на изменения гражданского кодекса, такое понятие попадет туда. У меня к вам следующий вопрос. Вот физическое лицо предприниматель имеет право действовать, где он хочет, а патент обладатель обычно привязывается к определенному месту. Вот не идет ли коллизия закона в данном случае? Дело в том, если опять вернуться к истории принятия нашего гражданского кодекса, тут очень еще больше вопросов, чем к истории предпринимательства вообще. Это так, в шутку. но действительно, когда был принят наш сегодняшний действующий гражданский кодекс в 2002 году, вступил в силу в 2003 году, тогда, если вы заметите, из содержания гражданского кодекса исчезла такая форма, организационно-правая форма предпринимательства, как индивидуальное предприятие. Но его там и не было. В гражданском кодексе ее и не было. Да, его и не было там. Но, согласно закону о предприятиях и предпринимательстве 1992 года, существует такая, но все остальные виды деятельности, то есть, организационно-правые формы, они нашли свое отражение в новом гражданском, действующем гражданском кодексе. А вот интересно, почему индивидуальные предприятия не нашли там отражение? На этот вопрос можно ответить так. Тогда законодательно, то время, тогда тоже была борьба между этими интересами. Государственные интересы с одной стороны и общие гражданские с другой стороны. Государство в виде тогдашнего парламента, ну даже не тогдашнего парламента, потому что гражданский кодекс был разработан до 2002 года. В конце 90-х годов уже началась работа над разработкой данного кодекса. Хотели ликвидировать, хотели ликвидировать индивидуальное предпринимательство как таковое, если честно. То есть именно само понятие индивидуального предприятия. Индивидуальное предприятие хотели ликвидировать, а потом уже одумались, что лучше надо было оставить индивидуальное предприятие и в гражданском кодексе тоже, потому что после принятия гражданского кодекса люди И очень много людей, наших граждан, они недоумевали, а как это будем регистрировать индивидуальные предприятия, если ее нет в главном гражданском законе нашей страны, то есть в гражданском кодексе. И вся эта регламентация уже пошла по закону о предприятиях и предпринимательстве 1992 года. Конечно, он с множественными изменениями. Зато в новом гражданском кодексе вошли такие организационные правовые формы, как командитное товарищество и другие, которые, они мертвые как такового. То есть их не существует и просто ими никто не пользуется. Как таковое юридически оно существует, но де-факто его нет. Где юрий есть, такая форма установлена в гражданском кодексе, но на самом деле она не работает. Просто такие формы не работают. Вот, например, как командитные товарищества, они не работают. И сейчас только вот, поскольку мне известно, создана рабочая группа при Министерстве юстиции по изменению гражданского кодекса. И, скорее всего, будут изменены положения вот этих всех статей, даже частей, глав гражданского кодекса, где будут просто упразднены такие организационные правовые формы, которые не жизнедеятельны. Нет их просто. И, может быть, индивидуальное предприятие, как организационная правовая форма, оно займет место в гражданском кодексе Республики Мадонова. Хорошо, у меня тогда еще один вопрос. И еще одно. И еще одно. Сейчас, раз вы затронули тот вопрос, что Министерство экономики на днях, да, уже думает избавиться об законе 93-98 года. То есть законе о патентах. Это тоже интересный момент, да. Конечно, мы можем понимать и наши государственные чиновники. Вообще, вообще, патентообладатели и институт патентства как такового, да, предпринимательского патентства, не патенты. Ну да, не изобретатели, а авторские права, да. Да, предпринимательского патента всегда был как комок в горле чиновников, потому что, государственных чиновников, потому что невозможно контролировать конкретно до каждого лея, до каждого баня, кто сколько заработал или кто сколько потратил. Вот это является краеугольным камнем для сегодняшних наших властей. И они хотят полностью упразднить данный закон, да, оставить его в историю и вернуться к этой организационно-правовой форме индивидуальному предприятию, чтобы оно было базовой форме для индивидуальной трудовой деятельности. То есть, Паша, по-ваму, чиновники просто хотят залезть в карман индивидуальных предпринимателей? Так получается. Ну, вы знаете, не будем сейчас судить, правильно это или неправильно. Мы можем, конечно, меняться мнениями. Лично я от отчасти согласен, от отчасти не согласен. Почему? Ну, давайте посчитаем, сколько сейчас у нас, если мы знаем, сколько сейчас патентообладателей. Ну, как по статистике говорят, около 18 295 человек обладают патентообладателями. 19 тысяч, скажем так, 18 тысяч с половиной, да? Это много или мало в пределах нашей республики? В принципе, если брать из всего дееспособного населения, скорее всего, это не так много патентообладателей. Не так много, видите. Тем более на целый 41 вид деятельности. Давайте обратим внимание, что у нас все-таки 41 вид деятельности. И на этот 41 вид деятельности 18 тысяч патентообладателей. В принципе, для населения в 3 миллиона это не так много. Вот видите, значит, для 18 тысяч граждан и не граждан Республики Молдова, потому что патентообладатель может быть как гражданин Республики Молдова, как и не гражданин Республики Молдова. Главное, чтобы он постоянно проживал на территории Республики Молдова. Для 18 тысяч граждан существует целый закон. Не многовато ли это? Да, но при этом эти 18 тысяч граждан приносят около 39 миллионов лей в бюджет страны. Тоже существенно. То есть, вы понимаете, это не маленькие суммы. Причем мы с вами понимаем, что на сегодняшний момент патент стоит от 300 до максимум 1200 лей. 600 лей. Самый дорогой патент. Организация дискотек 600 лей. Это самый дорогой патент. Ну вот, и посмотрите. То есть, скажем так, минимальных суммах на сегодняшний момент оплаты патента в общей сложности 18 тысяч человек приносят около 39 миллионов лей. Как же мы можем говорить о том, что этот закон недейственный? И как же мы можем говорить, что люди неправильно занимаются? Нет, люди правильно занимаются. Нет, то их надо переводить на другую организационно-правовую форму. Никто об этом сейчас не ставит вопрос. Лично я противник этого. Патентоплодатели как работают, так и должны работать. Даже наоборот. Вот эти позиции, перечень приложений к этому закону, я думаю, что он должен быть расширен. Мы можем смотреть недалеко. Можем пойти к нашим сочинениям. Ладно. Возьмем Россию, к примеру. Там этот список намного больше. Я чисто перед тем, как вы меня вызвали на передачу, я открыл из чисто профессионального интереса и наткнулся на один сайт, Приднестровский. Хоть и непризнанное, мы на ней не должны ориентироваться. Но там больше видов деятельности, чем у нас. И наоборот, даже там увеличиваются. А у нас наоборот сокращаются. То есть, получается, что загоняют наш народ, наших индивидуальных предпринимателей, загоняют в эту общую массу под другую организационно-правовую форму. Ну, конечно, не все. Ну, возьмем, к примеру, вот у меня, например, я деревенский сам, да, у меня в деревне два соседа. Один сапожник, другой ремонтирует телевизор. Единственный, единственный в селе. Что, неужели их необходимо заставить создать, учредить индивидуальное предприятие? Не хочу никого обидеть, но они люди деревенские, они знают свою работу, они хорошо ремесленники своего дела. Золотые руки, да. Ну, говоря с ними, вот сейчас на проходах, когда мы были на упоминальном дне, говорят, зачем нас хотят ликвидировать, сделать индивидуальными предпринимателями на основе индивидуального предприятия? Я говорю, зачем мне это индивидуальное предприятие, что я должен идти в район и давать финансовый отчет, заполнить эти декларации и все такое. У одного, извините, нету двух пальцев и все такое. Ну, есть вопросы, есть вопросы. Тем более, что у нас еще народ не весь может быть в городах, но и в городах. Потому что мы знаем, что вся республика сейчас почти что скопилась в городе Кишинево и в городе Бельце. Ну, это факт, да, действительно. Хорошо, давайте мы с вами все-таки продолжим этот наш интересный разговор. Мы прервемся на небольшую рекламу и после этого мы вас ждем опять у нас в студии. Мы рады снова приветствовать вас в нашей студии. Продолжаем разговор о патентах. Итак, у меня вопрос к вам. Вот наш дорогой коллега сказал, что надо расширить список патентов. Вот в России это расширенный более список, в Приднестровье, да, хоть и не признанное государство, но, слава богу, уже 26 лет существует, живут, люди там работают по тем же патентам, платят те же налоги с этих патентов, да, осуществляют бизнес-процессы. Вот скажите, ваше мнение, как, вот что вы смотрите по этим видам деятельности, которые сегодня существуют в этом перечне, которое является приложением к закону о патентах? Если, исходя из интересов граждан, которые зарабатывают и работают, используя патенты, им не выгодно, чтобы государство упразднело или уменьшило определенные виды деятельности, поскольку они должны уже выбрать другой вид предпринимательской деятельности, нести другие расходы. Но если, исходя из интересов государства, мне кажется, что иногда некоторые здесь виды деятельности, надо их или исключить вообще, или увеличить цену на определенный патент. Поскольку, вот один пример, например, услуги по ремонту жилых помещений, платится 180 лей в месяц для патента. Мы знаем уже, в принципе, как работают эти строители, которые делают ремонт. В евро, в долларах, на квадрат, они зарабатывают, может быть, и 1000 евро в месяц и так далее. То есть, не было несправедливо, чтобы они платили 180 лей на патент. Да, но смотрите, вы говорите, они, может быть, зарабатывают 1000 евро в месяц, согласен с вами. Но по закону, опять-таки, о патентах есть четкое разграничение. Если у вас не превышает 300 тысяч лей в год, оборот, то вы имеете право обладать патентом. Если превышает, вы должны перейти в другую организационно-правовую форму. Это правильно, это нормальное явление. Вы говорите, что 180 лей мало. Но, опять, мы не можем тоже, вы поймите правильно, наверное, государство это рассматривало, да, приравнять всех. Кто-то зарабатывает 1000 евро, который живет в городе Кишиневе, оказывает данные услуги, да. А кто-то, может быть, живет в другом населенном пункте и зарабатывает 1000 лей. Я хочу сказать, что закон 180 для Кишинева, для других районов и городов, это 90 лей и 45 лей в месяц. 45 лей в месяц это для меня очень маленькая сумма. В этом случае, в принципе, могли бы хоть бы эту 180 лей поднять хоть бы в Кишиневе на более-менее разумную цену, например, на 500 или на 600. И это не будет критический удар по карманам тем, которые работают, поскольку они эти деньги зарабатывают за полдня или даже быстрее. Если все оставить на месте, то потом для тех малоимущественных слоев населения возникает вопрос, почему мы больше не получаем пенсии, зарплаты и так далее. Откуда? Если государство не берет деньги от предпринимателей. Поэтому государство, я думаю, что должно изучить и интересы, и опыт патентообладателей, но надо посмотреть и на общественные интересы, чтобы найти какой-то экилибр между этих интересами. Невозможно, по моему мнению, оставить определенные виды деятельности, которые пройдут вообще смехотворные суммы. Поскольку в других, например, если я бы создал себе, например, строительную фирму, СРЛ, общество ограничения ответственности, с видом деятельности, ремонт жилых помещений, например, или ремонт. То есть я бы платил намного больше, то есть десятками тысяч лей, чем 180 лей, которые платятся в год. Вы знаете, коллега, я с вами немножко не соглашусь, в каком плане. 180 лей они действительно платят за патент ежемесячно, то, что идет в оплату налоговой инспекции. А соцфонд и пенсионный фонд, как вы говорите, то есть тут для патентообладателей есть четкая сумма 5600 лей в год, которую они могут оплатить либо полной суммой, заключив договор с системой соцобеспечения, либо эта сумма разбивается просто помесячно, и они это оплачивают. То есть это с одной стороны, но с другой стороны я с вами абсолютно соглашусь. То есть есть люди, которые организовывают общество с ограниченной ответственностью для того, чтобы те же филиалы открыть, для того, чтобы дать рабочие места другим людям, они, соответственно, платят намного больше. Потому что мы с вами знаем, откройте сегодня тоже общество с ограниченной ответственностью, наймите людей, вам с их зарплаты надо и 3%, это помимо того, что вы должны заплатить зарплату 3% за страховую медицину, заплатить соцфонд, заплатить пенсионный фонд, подоходный налог, туда-туда-туда, в общей сложности набегают около 28%. Соответственно, они становятся дороже, чем индивидуальный предприниматель, то есть патентообладатель. С этой точки зрения я с вами согласен. Но, опять, тут есть одно маленькое «но». В данном случае, когда говорят 180 лей, насколько я понимаю, это ты только один имеешь право, это делать ты себе помощников брать не можешь. То есть ты действуешь абсолютно единолично. Если ты хочешь взять себе помощников, ты либо переходи в другую организационно-правовую форму, либо те тоже пусть берут патенты и платят по 180 лей. Совершенно верно. Да не проблема. Бригада трех-четырех строителей берут эти патенты, заплатили в месяц эти патенты 500-600 лей и зарабатывают намного больше, а государство почти ничего из этого не получает. А потом мы будем спрашивать, почему у нас дороги плохие, или зарплаты не поднимаются, или пенсии и так далее. То есть я не говорю о том, что должны повышать очень существенно, чтобы этим людям было тяжело, не имели на что пить хлеб. Но в 1998-м были определенные цены, определенные, то есть 180, может быть, было нормально, а сейчас в 2016-м государство должно чуть-чуть эти суммы увеличивать. То есть, насколько я понимаю вашу идею, вы за то, чтобы этот список, который сегодня есть из 41 вида деятельности, остался таким, как он есть, но единственное, чтобы государство пошло на тот шаг, чтобы пересмотреть вот эту ценовую политику. Это один момент. Надо вообще этот список полностью пересмотреть, и в те деятельности, которые более-менее есть хороший доход, можно уже все это косвенно предположить, государство или должно исключить этот вид деятельности, чтобы человек регистрирует свои индивидуальные предприятия, или общество с ограниченной ответственностью, или если оставить, то чуть-чуть в некоторых случаях повысить определенную цену за этот патент. Не исключено, что надо изучить и другие виды деятельности предпринимательства, которые трудны для определенных людей, чтобы иметь в обществе с ограниченной ответственностью, или не очень доходные. То есть, и государство могло бы чуть-чуть увеличивать, снять определенные виды деятельности, а включить другие. То есть, здесь надо по каждому виду деятельности рассмотреть. Если он очень прибыльный, сумеет человек заплатить себе, заплатить за СРЛ и за бухгалтера? Сумеет. Поскольку деньги большие. Значит, пусть индивидуальные предприниматели СРЛ. Если там, например, ремонт часов или ремонт обуви, каждый понимает, что они миллионы не зарабатывают в месяц. То есть, этот вид деятельности можно оставить под патентом, поскольку человек работает сами и еле-еле выживает. То есть, в принципе, я каким-то таким образом регулирую этот вид деятельности. Хорошо. У меня тогда... Вот я понимаю, что вы хотите поправить нашего коллегу. Я не хочу поправить. Я не хочу поправить. У меня к вам вопрос, чтобы вы... Я хочу. И заодно вы ответьте еще на один вопрос. Вот вы говорили, что будут рассматривать изменения в гражданский кодекс. И, скорее всего, мы предполагаем, конечно, может нас услышит наш законодатель, что институт индивидуального предпринимателя, то есть, это же кто? Это юридическое лицо со статусом физического лица на сегодняшний момент. Ну, физическое лицо со статусом юридического, да. А его внесут в гражданский кодекс. Опять, вернемся чисто законодательно-исторически. Закон о патенте принят в 98-м году. Гражданский кодекс у нас принят в 2002-м, где понятие физическое лицо предприниматель появилось. Может быть, имеет смысл, как раз и будет повод пересмотреть, опять-таки, этот же список и цены на тот же патент. Тоже его внести в гражданский кодекс как изменение? Вы имеете в виду сам закон? Не сам закон, а понятие. Понятие института. Понятие института обладательства. Да, внести туда. Конечно, конечно, это даже необходимо. Но я возвращаюсь к вашему вопросу и немножко буду оппонировать господину Посталаки по поводу увеличения сумм для патент-обладателей. Вы знаете, в народе говорят так, у каждого своя шапка. Которая прижит к себе. Конечно, каждый должен носить свою шапку. У кого дорогая, у кого более скромная шапка. У меня, например, более скромная шапка, чем у господина Посталаки, если он за повышение вот этих тарифов за патент. Мы должны, я считаю так, шире смотреть на этот вопрос. Не только со стороны государства, что нету пенсии, что нету этого, того или другого. Мы должны сначала посмотреть на человека. Там, в суть его проблем. Кто такой патент-обладатель? Это человек, который сам находит себе работу. Сам работает и реализуется в условиях риска. Если он покупает утром, к примеру, помидоры или зелень, петрушку, не знаю что, и до вечера он не продал половину, половину он должен уже выбросить куда? На корм курам или... И, соответственно, потерять половину денег. Это же есть риск. Вот это и есть предпринимательство. Дайте людям работу, да, нормально на предприятиях, организуйте хорошие предприятия, создайте крупный бизнес или средний бизнес, да, дайте людям работу, и им этот патент не нужен будет. То есть институт сам выберет по себе, да? Те же дома быта, которые существовали раньше, а сейчас только названия от них остались, где работали те же сапожники, те же часовщики и так далее, тому подобное. Да, дайте им, создайте условия, и им этот патент не нужен будет. Но мы должны знать и понимать, что патент-обродатель не только платит эти 100 лей или 250 лей, да, которые указаны в приложении к закону. Он платит сам за себя, он платит в Кассу национального страхования, к нас, да, и сам он платит к нам, то есть медицинскую страховку, он сам ее платит, как бы указали, да? Конечно, на основе соответствующего закона о бюджете, да, социального страхования или медицинского страхования. То есть здесь государство ничего не теряет. Наоборот, выигрывает, она избавляется от вот этого пласта людей, которому мы сказали 18 тысяч, да, их. Вот, они сами себя... Я еще больше того вам скажу, что при условии, что они платят сами, есть фиксированные суммы, на которые государство может 100% рассчитывать. Конечно, конечно, кроме этого, данный закон у нас регламентирует тот факт, что одно лицо, да, имеет право иметь только два патента на два вида, потому что патент выдается только на один вид деятельности, но он может себе купить два патента, два вида деятельности, да, и он по одному, например, платит 250, по другому 150. Ну, соответственно, соцстрах и медстрах, вот, один раз платит. Мы не, извините, мы не коснулись вопроса, кто выдает эти патенты, да. Ну, вот у меня следующий как раз был и вопрос, да. Для телезрителей будет интересно, что те, которые не обладают или думают, да, заняться предпринимательской деятельностью. Занятие предпринимательской деятельности или индивидуальной трудовой деятельности, будем так еще говорить, предпринимательской деятельности, патент выдается в, если говорить о селах, то в районной налоговой инспекции. В городах уже соответствующие налоговой инспекции каждого сектора. Или в примарии села, если в данном селе отсутствует бюро налоговой инспекции. Есть маленькие села, где отсутствует бюро районной налоговой инспекции, и они выдаются в примариях этих сел. Но все равно за них отвечают, за выдачу этих патентов, регистрацию этих патентов, учет и так далее, и там подобное. Надзор за этими патентами всегда осуществляет налоговая инспекция. Местная территориальная налоговая инспекция. В гражданском кодексе у нас так и указано, да, что если вы хотите заниматься бизнесом, как физическое лицо предприниматель, вы должны зарегистрироваться. Зарегистрироваться где? В территориальном отделении налоговой инспекции. Да, но вы поймите, предприниматель не считается, что он зарегистрировался. Он просто берется на учет. Индивидуальный патент-обладатель, само понятие здесь нельзя применить, регистрация индивидуального патент-обладателя. Индивидуальное предприятие, да, оно регистрируется в регистрационной палате, как положено, получает свой код, а здесь нет. Здесь просто не регистрируется, а становится на учет. Будет так правильно выражаться, на налоговый учёт. Всё. Выдаётся патент, если раньше, в начале 2000-х годов этот патент вот так гулял от дяди к тёте, от отца к сыну, а позже уже к этому патенту прикрепили уже печать, не печать, а фотографию уже, именной, чтобы можно было контролировать ты ли, не ты ли обладатель данного патента. Кроме этого, патентообладатели могут кооперироваться. В законе, в статье 8, по-моему, там так прямо и указано, что они могут кооперироваться на условиях договора о совместной деятельности. Хотя неправильно. О совместном сотрудничестве. Сотрудничество это много, деятельность тоже не так. Соместная деятельность, может быть, договор о простом товариществе в Гражданском кодексе, такое понятие договора, а не совместная деятельность. Ну, это не тема нашего разговора. Значит, я вот в данном случае не согласен с господином Посталаке, что необходимо увеличить стоимость данного. Может быть, по некоторым позициям, да, действительно. Если мы помним, когда-то было, позапрошен, да, или два, или три года назад, когда упразднили ту позицию из закона, из предложения к закону цветоводства и продавцы цветов. Они согласны были тогда платить больше, в три раза больше, ну, дабы избавиться от этих неприятных процедур по введению бухгалтерского учета. Кормить, извините за выражение, кормить бухгалтера какого-то, да, они согласны были дать в два-три раза больше, но только чтобы не заниматься вот этими процедурами. Ну, помимо того, что кормить бухгалтера, это надо, извините, еще раз в месяц, потом раз в квартал бегать по налогам. А по налогам, дать отсчет, статистически. Должны стать статистически, и везде, это естественно, конечно. Это совершенно верно. В данном случае я согласен, что только по некоторым позициям. А, например, репетиторство там, я не знаю, что, даже тот случай, который господин Простолаки привел, ремонт, или что вы сказали, да, ремонт квартиры. Ну, если это индивидуальный предприниматель, женщина занимается, например, перетиркой стен, да, или парень занимается оклейкой обоев, да, он специалист высокого класса. Ну, не может он работать на основе индивидуального предприятия, а только он знает строго свою работу, да, как это переводится уже, забыл, чисто узкая направленность. Направленность, узкая направленность, он клеит только обои. И не получает он такие уж большие суммы, чтобы поднять, например, тот же тариф на потенцию. А может быть, имеет смысл тогда, да, вот, как господин Фрунзен говорит, что есть, как вы привели пример, там евро исчисляется, там плитку ложат, или еще что-то, и есть люди, которые клеят действительно обои, и это не исчисляется. Евро это намного дешевле. Может быть, имеет смысл тогда законодателю пойти на вариант и разграничить подгруппы. Это да. Это тоже один вариант. Второй вариант и для обоев, и для плитки. Если увеличить цену со 180 лет, например, до 300 или до 400, не будет очень существенно. Поскольку, занимаясь почти целый месяц клейкой обои, там тоже есть определенный тариф, и тоже они неплохо зарабатывают, и они найдут еще 100-200 лет для того, чтобы платить патент. Если сравниваешь, то те деньги, которые они, и налоги, которые они должны были платить, если бы у них были СРР или индивидуальные предприятия, и те 200-300-400 лет, это не такие большие деньги, они могли бы их платить, чтобы у них не было проблем с бумажным производством. По некоторым. Не исключено, что для некоторых видов строительных услуг надо их чуть-чуть более обширные, то есть для каждого вида надо определенную цену. Я почему говорю, что иногда надо повышать... Я не враг людям, я понимаю прекрасно, но в принципе, если мы говорим о том, что государство должно помочь другим и решать другие вопросы для общества, для нее нужны деньги. А деньги собирают от всех. Ну, в первую очередь мы понимаем, что деньги приносят кто? Деньги приносят бизнес. Бизнес. А во всех странах мира строится как? Обычно деньги собирают малый и средний бизнес. В данном случае патентообладатели у нас в стране, то есть тот низший малого бизнеса, который приносит деньги и, соответственно, приносит нашему государству. Рискуют не только патентообладатели, даже взять адвокатскую деятельность. То есть, в принципе, мы регистрируем против аренду коммунальной услуги бухгалтера, если не имеешь никакого клиента, то ничего не заработал. А у тебя эти налоги тоже должны платить и соцфонды, и медстрафовки и так далее. То есть риски у всех видов есть. Я не соглашусь здесь. Мы забываем, уважаемые коллеги, о факторе риска в предпринимательстве. Патент выдается на один месяц. Есть виды деятельности, которые выдаются на один год. Десять, по-моему, их всего в перечне. Да, их всего десять перечне. Десять, которые на один год. Все остальные на один месяц. К примеру, я беру патент на один месяц на то, что мы уже к этому примеру привязались, к ремонту квартир. Я купил этот патент, заплатил за него, но согласно фактору риска у меня никаких работ не предвидится на этот месяц. Получается, я что, потерял за этот месяц? Я должен опять платить за другой месяц, а может быть у меня появится какая-нибудь работа, то есть какой-нибудь клиент. Вот. Здесь не надо забывать и об факторе риска. Поэтому я немножко не согласен с вами. Здесь действительно вот та идея, которая прозвучала у нас в студии, что необходимо регламентировать по позициям, конкретно. Сделать по позициям и по субпозициям, да, или под позициям, чтобы более детально, более расширенно регламентировать каждую деталь, каждую изюмку здесь, чтобы она имела свою цену. Вот тогда будет более правильно. То есть вы абсолютно согласны, что вот это заявление Министерства экономики о том, что мы хотим упразднить вообще этот институт, он неправильный. Зачем заставлять наших бизнесменов уходить в более сложную форму юридическую и, соответственно, превращать людей в бюрократию? Это опять-таки те же бумаги, то, что вы приводили пример с теми же цветами. Я не то что не согласен с мнением правительства, пусть те, которые не соглашаются со мной, я вам не гарантирую, потому что только Бог гарантирует. Я 100% не даю, но я даю 99%, что все эти 18 тысяч патентообладателей, сколько их там, 18 500? Вот из 18 500, 18 идут в тень, в черный бизнес. Но они не перейдут на другую организационную форму индивидуальных предприятий. И другие, которые идут сзади, которые думают, приобрести и так далее, вот они тоже самые, пойдут в теневой бизнес. И так у нас население, вы знаете, убывает, убывает, и мы еще их прижимаем вот этими ограничительными мерами и всех загоняем туда, к другой организационной правовой форме предпринимательства. И пусть сейчас кто не согласен со мной, берет любой тупой пример и бросает мне сейчас в лицо, через свой телевизор, если я не буду прав по этому вопросу. Поживем, как говорится, увидим. Абсолютно с вами согласен. Тем более, что действительно во всех странах мира и во всех странах Европы, куда мы стремимся, европейские ценности, которые мы хотим принести, мы знаем о чем. О том, что наши люди хотят жить лучше. Как они это могут сделать? Ладно, не можете выдать те же заводы, не можете выдать рабочие места. Не зажимайте их хотя бы в этих правах, иметь свой патент, иметь свой какой-то кусочек хлеба, как-то зарабатывать и как-то получать доход, чтобы можно было прокормить семью. Тем более, мы с вами прекрасно понимаем, и мы подняли сегодня в студии очень много моментов, что государство на самом деле на этом тоже имеет хороший кусок. Это тот же соцфонд, который получает финансы и может финансировать тех же пенсионеров, инвалидов и так далее. Это опять-таки те же 39 миллионов лей, причем это официальные данные налоговой инспекции за 2015 год. И это отдельно. От 18 тысяч? От 18 тысяч. Причем, да, это вот только от 18 тысяч получили 39 миллионов лей, не касаемо соцфонда, не касаемо страховой медицины. Это чистый приход в бюджет. Так может быть, все-таки мы посоветуем нашим людям, которые ищут сегодня себя и не могут найти, приобрести этот патент. Тем более, пока еще существует тот 41 вид деятельности, где вы можете развернуться. И не бояться его приобретать. И, наверное, мы все-таки вам, телезрители, посоветуем, занимайтесь бизнесом, не бойтесь, потому что есть много форм, но патенты – это самое интересное. Если у вас золотые руки и вы можете что-то делать, делайте это не боясь. А также мы, наверное, посоветуем, может быть, мы не настолько специалисты, но посоветуем нашим законодателям и нашему правительству. Может, не стоит упразднять этот институт, а все-таки пересмотреть его и сделать так, чтобы наши люди стали жить лучше. И этот институт заработал еще эффективнее, как это работает во многих странах, как СНГ, так и Европы. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы приняли участие сегодня в этой нашей интересной программе. Если что-то у нас еще появится, обязательно мы вас пригласим. А вам, уважаемые телезрители, я хочу пожелать вам хорошего вечера и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok